2 миллиарда 82 миллиона рублей ровно настолько вырастет городской бюджет в следующем году. С федеральной и краевой помощью в сумме это больше 16 миллиардов рублей. И как отмечают разработчики, он продолжит быть социально ориентированным. Мы все такие социальные направления учли и постарались, чтобы бюджетное финансирование в этом направлении увеличилось. Большая часть 368 миллионов рублей направят на бесплатное детское питание. Чуть меньше на переселение из аварийного жилья 219 миллионов. И чуть больше прописали программе жилищного строительства. 106 и 78 миллионов рублей на развитие комфортной городской среды и вознаграждение классным руководителям. Новый бюджет приняли, но споры вокруг документа все же возникли. Нас не устроило, что в процессе наполнения казны усиливается доля налоговых поступлений при одновременном снижении неналоговых. Причины, обеспечивающие этот рост, нас не радуют. Например, по налогу на имущество физических лиц установлена максимальная ставка сбора, который заложили в проект бюджета. И если собирать по этому налогу будет ежегодно с увеличением на сотни миллионов рублей, подчеркну, относительно ожидаемого исполнения по текущему году, то на компенсации по нему заложено всего лишь несколько миллионов. Меньше город получит за аренду земли и имущества. Впрочем, по мнению оппозиционных фракций, бюджет получится лучше, чем можно было ожидать. В части увеличения расходов на дополнительное образование, в части увеличения фонда оплаты труда и приобретения музыкального инструмента для культуры, и увеличения расходов фонда заработной платы, а также ремонт и содержание текущих стадионов для массового спорта. Спасибо, либерал-демократы сказали из-за софинансирования нацпроектов. Программа молодых семей выросла на 15%. На что коммунисты ответили, в 2021 году сертификат на жилье получит 117 семей, в то время как в очереди 4,5 тысячи. Впрочем, бюджет принят, а работа над финансовым распределением продолжится. Начало года добавит проблемы за отмены вмененного налога. Это минус 350 миллионов в казну. По словам Солодилова, предприниматели одни не останутся. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком!